Решите уравнение. Как обычно перед просмотром, попробуйте решить это уравнение самостоятельно. Понятно, что это уравнение можно было решить как обычно с помощью дискриминанта. Но в данном случае можно решить это уравнение более быстро двумя другими способами. Первый способ это метод переброски. Вначале перебрасываем коэффициент при старшей степени переменной к свободному члену. То есть решаем вспомогательное уравнение вида х квадрат минус х минус 2020 умножить на 2021. И все это равно нулю. Находим корни по тереме Виета. Получаем или х равен 2021 или х равен минус 2020. Ну и теперь для нахождения корней первоначального уравнения нам только остается поделить корни вспомогательного уравнения на то, что мы перебрасывали. То есть на 2021. Или х равен 2021 делим на 2021. То есть получаем единицу. Или х равен минус 2020 делим на 2021. Получаем минус 2020 2021. Более подробно о том, как работает метод переброски при решении квадратных уравнений, смотрите по ссылкам в описании к этому видео. Решим это уравнение вторым способом. Это так называемое решение по сумме коэффициентов. Вспомним, что если для квадратного уравнения ах квадрат плюс bх плюс c и все это равно нулю. Сумма коэффициентов а плюс b плюс c равна нулю. То тогда одним корнем этого уравнения будет единица. А вторым корнем будет частное. С деленное на а. Проверяем сумму коэффициентов для нашего уравнения. Получаем 2021 плюс b. То есть минус единица. И плюс c. То есть минус 2020. Получаем ноль. А это значит, один корень будет равен единице, а второй корень будет равен c, то есть минус 2020, разделить на а, на 2021. Пишем ответ. Или х равен единице, или х равен минус 2020, 2021. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк, пишите комментарии и заходите в гости на наш семейный канал. Ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании.